Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу в этом видео представиться, потому что на канале появилось очень много новых подписчиков. Меня зовут Наталья. Я приехала в Турцию в мае 2019 года. Вот уже почти полтора года я здесь живу. А переехала я сюда из Австралии. Я жила в Сиднии, в штате New South Wales 23 года. А Турция – это моя четвертая уже страна, в которой я живу, а не просто, так сказать, путешествую. Попутешествовала я по многим странам, но вот это четвертая страна, в которой я конкретно живу. Тогда, когда я начинала этот канал, в мире еще не происходили те вещи, которые сейчас происходят. И мой канал был такой, знаете, познавательно-развлекательный. Я просто хотела рассказать о том, каким для меня получился этот переезд, о моей адаптации в Турции, что мне нравилось, что мне не нравилось и так далее и тому подобное. Но потом как-то канал развился, и появились всякие разные другие темы, которые я стала обсуждать на этом канале. Вот. Ну, многие остаются со мной. Я уже многих знаю, так сказать, по именам или по их, ну, как они себя называют на YouTube в своих профайлах. Вот. Кстати, да, вот снимаю опять на фоне своих штор. Мне многие написали почему-то, что им шторы мои не нравятся и что мне их нужно поменять на однотонные или такие-сякие. Ну, знаете что, друзья мои, мне мои шторы нравятся. Так что, если у вас другая есть идея, ну, вы можете у себя там создать ваше видение вашего жилища. А если вы хотите общаться со мной, то шторы неизбежны. Они мне нравятся. Значит, вот это видео конкретно, вы знаете, лежало у меня достаточно давно. Вернее, кусочки. Вот кусочки лежали, то, что я наснимала, их нужно было все соединить и вот как-то выставить. Это такая довольно-таки кропотливая работа и занимает много времени. И нужно, когда собираешься, так сказать, сделать эту работу, то нужно заранее запастись там тремя часами времени, что-то вот так примерно. И вот сидеть и конкретно собирать это все вместе. Ну, вот, наконец, я это все собрала, и я хочу его подарить тем из вас, кто любит Турцию, кто восхищается природой Турции, потому что это видео как раз именно об этом. Вот, и тем, особенно тем, которые не смогли, хотели и не смогли приехать, что очень, конечно, жаль, потому что вас здесь действительно ждали. Ну, так вот, поездка эта состоялась в начале июня, где-то вот 10 числа июня, когда нас только открыли из карантина и стало возможно путешествовать из одного города в другой, без всяких QR-кодов и всяких прочих этих причиндалов. И мы, я, Борис и Женя, вот мои соседи, арендовали машину и поехали вот по такому маршруту. То есть мы из Алании поехали в Памуккале, потом спустились вниз, так сказать, на прибрежные, так сказать, дороги. И мы попутешествовали тоже в городе Каш, Фетхие, Кемер, Анталия и потом вернулись в Аланию. Вот такой мы сделали большой крюк в течение трех дней. Поездка мне очень понравилась, все было просто изумительно красиво. Я, как могла, постаралась своим телефоном наснимать все самое красивое для вас. Единственное огорчение в этой поездке было, как чуть ли, по Муккале. Потому что я была в этом месте раньше, я была лет 10, наверное, назад, когда это все было просто первозданно, красивым, изумительным, природным виде. Что сейчас сделали они? Они все, вот эту пешеходную зону, где ходили люди раньше по вот этим травентинам, вот этой водичке и так далее, они все это залили бетоном. И все стало, конечно, очень выглядеть удручающе. И стоит это немалый денег. Ну, в общем, 8-10 лир, чтобы пройти вот так босиком по этому бетону, по такой жаре. Бассейны Клеопатры сейчас не работают. Они находятся на ремонте, реставрации. В общем, как-то меня это все совсем не впечатлило. Я считаю, что этим они испортили просто вот такой вот природный феномен Турции. Ну, а вы, если побываете там, то сами можете убедиться. Но я бы даже и не советовала тратить ни время, ни деньги на эту поездку. Мы там останавливались в гостинице. Тогда туристов еще не было. Страна была закрыта. И вот казалось бы, откуда такие цены? Но там как раз цены на гостиницы оказались самыми дорогими. Ну, просто вот нереально дорогими. То есть я, например, в прошлом году я ездила в Стамбул и жила в гостинице в самом центре Стамбула. И там номер стоил, прекрасный, шикарный номер. Стоил гораздо мне дешевле, чем это стоило вот там, в этой деревеньке около Памуккали. Вот. Но мне очень понравился каш. Просто замечательный. Такой теплый, такой радостный какой-то. Вот знаете, городок такого радостного настроения. Магазинчики, бутики. Все очень красиво. Товары замечательные. Вот у нас как-то в Алании нет таких товаров. Мы там с Женей закапывались в эти бутики с одеждой, с аксессуарами и так далее. Ну, Борис очень стойко и терпеливо нас ждал, за что ему было большое спасибо. Но мы тоже понимали, что мы не можем испытывать его терпение слишком долго. И старались все это делать побыстрее. Ходили там в замечательные кафешки, ресторанчики. Вот это я вам все поснимала, чтобы вы хоть немножко улетели от этой действительности. И порадовались красоте, покою, блаженству. Ну, вот все то, что мы испытали тогда в той поездке. Ну вот, дорогие мои, на сегодня у меня все. Теперь можете смотреть видео. Да, хочу просто пожелать или посоветовать, чтобы вы, если есть у вас такая возможность, посмотрели это видео на экране компьютера. Потому что виды на самом деле очень красивые. Я не думаю, что телефон вот покажет все это в полной мере, так как я это хотела бы. Ну вот все, мои дорогие. Пока, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok